Генеральный спонсор программы Саратов сегодня электронный дискаунтер Ситилинк. Слышь, Миш, как сделать подарки на Новый год своими руками? Возьмите ножницы, клей, пластилин. И выкинь это всё! Зайди на сайт citilink.ru Удобно выбрал, быстро провезли, денег сэкономил, пальцы не склеились. Покупайте электронику и бытовую технику на citilink.ru Выгодно, удобно, рядом. Здравствуйте! Время новостей на канале Саратов-24. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Полина Попенец. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Город во власти стихии. А уже третий раз убираем. Несколько дней подряд горожане проводят в пробках из-за снегопада. Новые классы, концертные и спортивные залы, сейфовые двери. А стоимость была увеличена только на дверях плюсом на 18 миллионов рублей. Спикер Госдумы посетил музыкально-эстетические лицеи имени Шнитке. Чем остался недоволен? Борются за комфортные условия. Дом представляет собой архитектурное урочство. Жители Энгельса замерзают без отопления и горячей воды. Какая погода на дворе будет в четверг, 27 декабря, через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Не переключайте. Снег на 10 баллов. Передвигаться по городу сегодня, что на общественном транспорте, что на личных авто, очень сложно. На всех главных магистралях пробки. Утром к тому же встали и трамваи третьего маршрута. Причина – обрыв проводов. Сегодня на экстренном заседании штаба по уборке города приняли решение об увеличении количества автобусов и мобилизации всех, имеющихся сил на расчистку города от снега. Также запретили въезд больших грузов и в ночное время. Тем временем убирать улицы вышли сами горожане. Город от снежного плена стараются освободить и коммунальщики. Иногда даже перебарщивают. Так на улице Рабочая, напротив дома 55, снегоуборочная машина задела несколько припаркованных автомобилей. По словам очевидцев, на машинах остались следы царапин, а у одной оторвали зеркало. Водители жалуются на нерадивых коммунальщиков. Это видео нам прислали пострадавшие. Его мы оставляем без комментариев. На улице Рабочая, 55, снегоуборочная машина во время чистки снега просто протаранила и процарапала все машины, которые были рядом припаркованы. Вторая машина. У третьей машины там вообще сломано все. Одна машина задела, скорее всего. Но она остановилась, но так как не создавать дальнейшие пробки и дальнейшие проблемы, они вышли посмотрели, они тронулись. Я не придал значения. И в продолжении темы заплати 50 тысяч рублей за несбитую с балкона сосульку. В Саратове, в заводском районе появились грозные объявления. Жильцов обещают наказать штрафом за неочищенный козырек. Только вот крыши по этим адресам тоже оставляют желать лучшего. Снег и наледь украшают кровли почти всех домов. Надежда Новикова узнала, кто автор этих объявлений. Требуем срочно очистить их от снега. Наледи сосульку за неисполнение административных штрафов. Это объявление появилось на одном из домов в заводском районе. Валентина Викторовна не верит своим глазам. За неочищенные сосулик и зерки балконов штраф 50 тысяч рублей. Подпись – госжилинспекция области. Пенсионерка говорит, лучше бы за работой управляющих компаний следили. Снег с крыши не чистят, сосулик там тоже хватает. У меня соседка с этого, отсюда, шваброй там, с кондиционера сшибает. Вот как нормально. Ну я вышла на балкон, тоже шваброй повзбивала сосульки. Сосульки ладно, но как его почистишь, хоть самовольно, хоть нет. Так мы самовольно сделали, а оно все течет. А если крышу не чистят, они... В управляющей компании «Энергия-1» рассказывают, что не знают, кто расклеил эти объявления. Коммунальщики не исключают, что так могли поступить и сами жильцы. Альпинистов нам сбивают сосульки. А люди приходят сюда, с козырьков нас тоже просят сбить. А у нас работают альпинисты. Может быть, сами жители, кто-то умный и напечатал это объявление по весу. Госжилинспекции области от авторства этих объявлений отказались. Они контролируют напрямую работу управляющих компаний. Им и выносят сначала предостережения, потом уведомления о проверке и в финале уже об административном правонарушении. В конце декабря последних документов было чуть больше десяти, а предупреждений было около сотни. Если имеются такие факты, что снег или наледи, имеется вероятность схода падения из таких козырьков, самовольно установленных, значит, мы прежде всего привлекаем предписание управляющей компании и можем ее привлечь за ненадлежащее содержание и контроль за общим имуществом квартирного дома. А уже управляющая компания должна делать предписание таким собственникам. Только вот в том же заводском районе, где и появились угрозы с серьезной суммой штрафа для жильцов, крыши, за которые отвечают управляющие компании, в наледи. Поэтому на одном из объявлений жильцы дописали, а кто ответит за трехметровую сосульку, свисающую с водостока. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. В область с рабочим визитом приехал председатель Госдумы. Сегодня Вячеслав Володин посетил сразу несколько объектов. Первым в списке оказался музыкально-эстетический лицей имени Шнитке в Энгельсе. Напомню, что шефство над зданием спикера попросил взять коллектив учебного учреждения два года назад. В мае 2018-го началась реконструкция. Павел Фитилев знает, чем остался недоволен Вячеслав Володин. Кто черными, кто белыми. Валерий Васильевич. Да, Вячеслав. Чипается. Сарисом Михайловичем с родителями. Первоклассников уже ждут новые игровые комнаты и классы. Реконструкция в музыкально-эстетическом лицее имени Шнитке на завершающей стадии. Проверить качество сделанного приехал спикер Госдумы. Год назад Вячеслав Володин поддержал проект по обновлению здания лицея. Работы велись за счет федерального бюджета. Честно, я признаюсь, мы о таком даже не мечтали. И вот все это смогло осуществиться благодаря поддержке Вячеслава Викторовича Володина. Дети смогут теперь воплощать свои мечты, свои таланты. Потому что до этого, конечно, у нас огромное количество побед, огромное количество конкурсов. Но вы сами понимаете, когда есть возможности технические, это можно только совершенствовать. Лицей 1939 года постройки долгое время делил одно здание с пенсионным фондом. Сейчас все помещения полностью переданы учебному заведению. Согласно проекту реконструкции, увеличилась этажность с трех до четырех. Также возвели еще одну пристройку. Теперь учиться здесь сможет почти полтысячи человек вместо трехсот. Самое главное, что не хватало всегда площадей, классов для занятий деткам. И музыки, и музыкальных инструментов зачастую не хватало. А сейчас такие возможности появились, уникальные, на мой взгляд. В центре города такая жемчужина появилась. Поэтому мы очень-очень рады. Дело в том, что общественность нашего района практически с первого дня начала реконструкции этого учебного заведения. Под свой контроль взяли все работы, которые выполнялись здесь. И, в общем-то, на наших глазах здание музыкально-эстетического лицея преображалось. Реконструкция началась в мае этого года. В прошлые визиты Вячеслав Володин был недоволен темпами работ. В этот раз у него тоже возникли вопросы. Хочу понять, почему все двери сейфовые и металлические? Вот все двери. Почему? Здесь такие прямые. Я первый раз. Такое вижу. И лицея. Это на самом деле должно иметь основание. По словам спикера, такие двери небезопасны для учеников. В любой момент сейфовый замок может заклинить. К тому же, по мнению Вячеслава Володина, это решение стоило недешево. Двери уже не поменяешь. А стоимость была увеличена только на дверях плюсом на 18 миллионов рублей. Вот что можно на 18 миллионов взять и еще дополнительно сделать в музыкально-эстетическом лицее? Много. Много инструмента, правильно. Надо исходить из того, что у нас это не последняя школа. И лучше работу над ошибками провести. Вячеслав Володин призвал тщательнее продумывать расходы на строительство таких объектов. Деньги, потраченные на двери, по мнению спикера, могли бы пойти на оборудование или еще одну пристройку в лицее. Откроют учебное заведение после Нового года. Павел Фитилев, Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов-24. Стихия не отступает автоинспекторам из-за сильного снегопада и тумана пришлось даже закрыть въезд в Саратов для большегрузов. Правила будут действовать и сегодня ночью. Также из-за непогоды и пробок временно нельзя было передвигаться по трассе Саратов-Волгоград. Вчера и сегодня спасателям пришлось вытаскивать несколько застрявших в снегу машин. А вот в городе, несмотря на снегопад, многие автолюбители все равно выезжают на дороге и нарушают. Роман Базан об автохамах в нашей традиционной рубрике. За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самое вопиющее. Район Схи. Поворот с артиллерийской на танкистов. Водитель 60-й маршрутки устроил импровизированную остановку. На зебре высадил женщину с детьми. В 100 метрах отметился и его коллега, также нарушитель. 60-я маршрутка пытается повернуть налево. Буквально лезет на пролом. Такие ситуации на этом перекрестке не редкость. Вот вид с другой камерой. Опель и 12-я мешают повернуть тем, кто ездит по правилам. Номера машин хорошо видны. Это уже проспект 50-летия октября. Лихач на приоре несется повстречной. Мигает фарами, чтобы машины разъезжались. Его друзья едут рядом и снимают. Ведут прямую трансляцию в интернете. Номеров у машины нет. Так же, как и патрульных, жалуются очевидцы. Улицы Ямлютина наш помощник Захар удивляется. Как так можно ненавидеть людей? Впереди него движется черный Хёнде. Водитель не пропустил женщину, лишь бы проехать дальше. Не помогло. Смысл был трехлетний. Не пропускать ее. Ты зря, зря ты заморачиваешься. А вот так организовано движение на улице Чернышевского. Водителями маршруток 95 и 42К. Через заторы за клиентами по встречной полосе. Наш телезритель Газелист говорит, что это уже наглость и ведь прав. Теперь всеми нарушителями займутся автоинспекторы. Им мы передали материалы и те, что не попали в эфир. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Давайте бороться с автохамами вместе. Сейчас прервемся на рекламу и прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Генеральный спонсор прогноза погоды сельскохозяйственный кооператив «Гарант Кредит» поможет сохранить и приумножить ваши сбережения. Просто, выгодно, надежно. Телефон в Саратове 708-444. Накопить и приумножить на образование, отдых, свадьбу или ремонт. В честь 15-летия принимаем сбережения под 15% годовых на 15 месяцев. Сбережения от 10 тысяч рублей. Просто, выгодно, надежно. Гарант Кредит. Здравствуйте. В четверг 27 декабря в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове облачно с прояснениями и снег разной интенсивности. Кое-где туман. Ветер юго-восточный 3,7 метра в секунду. Днем до минус 4, а ночью до минус 7. В Саратове и Энгельсе пасмурно и тоже снег. Температура днем до 5 градусов, а ночью до 7 ниже 0. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба. Считается. Если декабрь холодный, снежный, с частыми иниями, ветрами, это к хорошему урожаю на следующий год. Всем добра, здоровья, терпения. Увидимся. Мы продолжаем знакомить вас с новостями. Работаем в прямом эфире. Большая часть россиян считает состояние российской армии хорошим. Таковых 61% респондентов. Социологическое исследование на эту тему провел в ЦИОМ. Более половины россиян отмечают улучшение общей ситуации в армии в последние несколько лет. Считают, что за последние 2-3 года повысилась боеспособность нашей страны. При этом выросло и доверие к вооруженным силам. Например, 65% россиян хотели бы, чтобы в армии служил кто-то из родственников. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». В интернете появились кадры запуска ракеты комплекса «Авангард». Испытание прошло на полигоне в Камчатском крае. Соучениями наблюдал и верховный главнокомандующий. Ему, специалисты, рассказали о потенциале ракетного комплекса нового вида стратегического оружия. По их словам, оно способно надежно обеспечить защиту России на десятилетия вперед. В России перестанут продавать табак через 30 лет. Новый проект противодействия потреблению табака в нашей стране на ближайшие десятилетия разработали в Министерстве здравоохранения. В планах ведомства постепенно снижать употребление табачных изделий в стране, чтобы к 2050 году вывести эту продукцию из оборота. На данный момент, по информации Минздрава, в России курит 40 миллионов человек. Это около 40% населения. Адвокат супруги Дениса Глушакова Сергей Жорин заявил, что футболист якобы вывел с общего семейного счета 170 миллионов рублей. При этом суд заморозил счета капитана Спартака и его жены, поскольку они находятся в бракоразводном процессе и им еще предстоит раздел имущества. Если вина Глушакова будет доказана, то против него может быть открыто дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, которое предполагает лишение свободы до 10 лет, сообщает РИА Новости. Ни горячей воды, ни отопления. Зато канализация протекает. В таких условиях приходится существовать жильцам одного из домов Энгельса. Уже много лет они борются с управляющей компанией за право жить в достойных условиях. Но результата так и нет. Анна Заболуева пообщалась с местными жителями и узнала, как им приходится решать все трудности. Не упадите! Да. Капитальный ремонт здесь не делали со времен постройки. Жить в доме номер 14 по улице Космонавтов, что в Энгельсе просто невозможно, говорят местные. У людей нет газа и горячей воды. А из-за отсутствия системы вентиляции дом покрылся плесенью. Грибок невозможный. Уже говорили, писали, дети часто болеют у нас. Отопления в доме тоже практически нет, зато канализация течет по подъезду. Чтобы зайти в дом, людям приходится пробираться через замерзшие источные воды по деревянным поддонам. Буквально сегодня бригада выезжала на место. Управляющая компания не явилась по нашему требованию. У нас работают все в штатном режиме. Евгений Новиков за нормальное существование в этом доме борется уже 8 лет. За это время он обошел все инстанции, но результата, говорит, пока нет. Мужчина рассказывает, что раньше этот дом был общежитием. И отопление и горячая вода у людей были. Отсутствует горячая вода из-за того, что работники ЖКО бойлер вырезали. Хотя горячая вода, сами понимаете, была. Дом представляет собой архитектурное уродство. В управляющей компании о проблемах дома знают и уже не раз выслушивали жалобы жильцов об отсутствии отопления и горячей воды. Но говорят, эту проблему решить невозможно. Проблем у нас сильных-то нет. Сейчас у них электрические водонагреватели. Кто хочет себе, ставят электрические водонагреватели. А управляющая компания не... Там нет технической возможности, если даже и техническая возможность, то это надо решить с общим собранием дома. Если они готовы сделать, то сделать смету, растянуть там как бы можно это на какое-то время и можно делать. Но там такой возможности нет. Собрать всех жильцов не получается уже много лет, потому что многие квартиры в этом доме сдают. Сами хозяева здесь практически не появляются. Вот и приходится другим жильцам уживаться со всеми трудностями. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов, 24. Подарили праздник малышам. В областной детской клинической больнице прошло новогоднее представление. Ребятам артисты подготовили путешествие в три волшебных королевства. Причем можно было не только смотреть, но и нужно было участвовать в сценке. Иначе главный сказочный персонаж потерялся бы. Нина Цыпакина вместе с малышами поверила в чудеса. Вместе с персонажами любимой сказки «Щелкунчик и мышиный король» эти малыши отправились в захватывающее путешествие. Главные герои перемещаются в волшебные королевства, чтобы найти три ключика. Одолеть мышиного короля и спасти Деда Мороза и Снегурочку. Новогодний праздник для детей особенно важен. В преддверии какого-то волшебства, новогоднего настроения. Поэтому для детей это очень важно, чтобы не пропустить этот момент. Раз муж пропустили где-то в учебном заведении, то очень хорошо, что это организовали в больнице. Прямо замечательно. Волшебное представление маленьким пациентам областной детской клинической больницы подарило региональное отделение партии «Единая Россия». Малыши в долгу не остались. Охотно разгадывали загадки, пели, танцевали и помогали героям сказки пройти трудные испытания. Во время болезни, конечно, очень грустные, печальные в этом плане. Поэтому нужно их развеселить как-то в эти минуты. И нам, мамочкам, то, что пропустили новогодние елки в садиках, в школах, они здесь их получают долю эмоций, радости. То есть, когда есть настроение, значит, тогда и легче лечиться. Принес я для вас подарочки, наколдовал. Приятным завершением новогоднего праздника стали полезные подарки для всех маленьких пациентов. Из рук Деда Мороза и Снегурочки малыши получили альбомы, раскраски и детские книжки. Нина Цапайкина, Олег Буланов, Саратов, 24. Сегодня в полночь завершится голосование за участников фотоконкурса «Улыбнись Деду Морозу». Напомню, оно проходило на нашем сайте saratov24.tv. Саратовцы отдали уже больше 10 тысяч голосов. Претенденты борются за право бесплатно поехать на новогодние представления в Крокус-Сетихово в Москве. Завоевавшие второе и третье место получат сертификаты на обучение и фотосессию. Не останутся без подарков и все, кому удалось пробиться в десятку лучших. Завтра организаторы проверят правильность голосования. Участники, уличенные в накрутках, будут дисквалифицированы. Напомним, что вручение призов «Тройки лидеров» пройдет в телестудии «Саратов-24» в пятницу 28 декабря. Все подробности конкурса на нашем сайте. И о главном к этому часу все еще больше новостей смотрите на нашем сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова